Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте всем, кто добавляется. Всех рада видеть. Сегодня немножко продолжу тему психосоматики. Вначале скажу несколько слов, забыла очень важную тему затронуть. И потом начнем, продолжим уже тему отношений. И можете уже как бы сейчас написать вопросики, если есть по теме отношений с собой, с детьми, с мужем, с родителями. Вот все отношения в семье, какие интересуют, можно, ну, также братья, сестры наши, да, тоже. Это вся наша семья. И если есть вопросики, можете написать. Хочу снова, чтобы был живой эфир. Хочется с вами общаться, давать обратную связь. Вот. Сейчас еще минутку и начнем. Всем рада. Здравствуйте, еще кто добавился. Тема эфира у нас сегодня отношения в семье. Если есть вопросы, пишите. Отношения в семье, отношения с собой, с детьми, с мужем, с родителями, с ближайшими родными. Это братья, сестры. Если есть вопросы, пишите по отношениям. И давайте уже начнем. Была в прошлый раз я проговорить, и после эфира мне вот написала одна из участников моих проектов по поводу зрения. У нее у самой было долго плохое зрение, дальнозоркость. В 27 лет она лазером это все дело убрала, и зрение как бы восстановилось. Получается, что когда мы убираем лазером, когда мы убираем операционно, это получается, что мы убрали искусственно. А наши программы, на которые пришло вот это плохое зрение, дальнозоркость, они не были проработаны. Да, у клиентки, у самой зрение вроде как бы хорошее стало, но у дочери в 4 годика стало минус 6. Тоже дальнозоркость. И так как мама свои программы не проработала, все эти программы перешли на дочку. Через дочку она поняла, что она не проработала свои программы, а раз у дочери это все появилось, и она давно уже работает над собой. И она говорит, я поняла, что я что-то не хочу видеть. И начала уже поэтому эту тему прорабатывать. И вот когда мы пытаемся убежать через операцию, через какое-то искусственное исцеление своего здоровья, но не проработав свои психологические программы, благодаря которым, психологические причины, благодаря которым появилось это заболевание, оно будет появляться либо у вас, либо у ваших близких, кто в тесной энергетической, эмоциональной взаимосвязи с вами находится. Поэтому очень важно прорабатывать психологическую причину заболеваний. И вот очень часто бывает, что вроде как полипы убрали, да, там какие-то кисты убрали, а они снова возвращаются. Это говорит о том, что психологические причины не были проработаны. И нужно понять, почему появляется эта болячка, откуда она, и что послужило именно психологической причиной. Когда вы с этим разберетесь, то тогда уже и операции не нужно будет делать, потому что они сами все рассосутся, да, ненужные болячки, и не будут возвращаться уже. Вот, и поэтому очень важно работать с психосоматикой болезни. Прям вот, ну, сколько из своего опыта знаю, и это основная тема проработки заболеваний. Вот. Здравствуйте всем еще, кто добавился. Сегодня у нас тема отношения в семье. В первую очередь хочу немного поднять тему отношений с самим собой, самой собой, поэтому пишите свои вопросы сейчас, какие есть. Буду прям по ходу отвечать на ваши вопросы. Также пишите вопросы все, что касается отношений в семье. То есть это с вашими мужьями, детьми, родителями, с вашими братьями, сестрами, ближайшими, родными, потому что это все семья. Так, с чего начну? Смотрите, отношения с собой. Нам очень важно, у нас в детстве, особенно вот дети 70-х, 80-х, нас не научили выстраивать отношения с собой. В принципе, и дети 90-х тоже. Не было такого понятия вообще, да, что значит быть собой. Быть собой было всегда... Все, кто хотел быть самим собой, быть таким, какой он есть, и делать то, что он хочет, всегда таких людей считали протестантами. Всегда были гонения, да, вот, например, любые направления, там, какие... Вот сейчас, если взять, то это всякие эмо, татуированные все ходят, а дети ходят в черном, я не знаю, как все эти направления называются. Хиппер, хипстеры, вот в советское время это хиппи были. Они просто хотели быть собой, они просто хотели делать, как им хочется, что им хочется, и как они чувствуют на самом-то деле. Но это все запрещалось, потому что нам не всем хочется в нашем правительстве, чтобы люди были самим собой, были счастливыми, чтобы жили хорошо, к сожалению, да. И вот здесь вот поэтому все очень запуганные, поэтому все очень зашуганные, поэтому все боятся друг друга, боятся что-то не так сказать, что-то не так сделать, боятся мнения других людей, еще куча страхов. И не позволяют себе делать так, как хочется. А ведь самое важное для каждого человека — жить так, как ты хочешь. Почему ты родился на этот свет? Мы родились для того, чтобы быть счастливыми. Мы родились для того, чтобы быть собой, мы родились для того, чтобы жить той жизнью, которую мы хотим, а не кому-то что-то нужно. И здесь очень важно, только из позиции, когда мы являемся самими собой, мы можем быть счастливы. Из других состояний мы не можем быть внутренне спокойны, внутренне гармоничны, внутренне счастливы, если мы не делаем то, что мы сами хотим. Если нам приходится делать то, что там кто-то хочет, что-то хочет, дети хотят, муж хочет, на работе кто-то хочет. Если мы живем, как хотят наши родители, мы не можем быть счастливы. И вот здесь вот уже, став взрослыми, мы можем прийти к тому, что быть собой и жить собой, и жить так, как мы хотим. Многие говорят, что да, я понимаю, что надо быть собой, что надо жить собой, а как это сделать, не знаю. Есть прям, ну, просто обычный, простой вообще алгоритм шагов. Начать спрашивать у себя, как я хочу, что я хочу, как будет для меня удобно, как будет для меня хорошо, а не для другого, как бы я тут хотел сделать, что я здесь чувствую, вот я хочу это делать или я не хочу это делать. Это на самом деле простой алгоритм. Просто у нас нет этой привычки, чтобы вот так вот жить, да? Но вообще мы живем привычками, и наши привычки формируют наш характер. У нас, я понимаю, есть определён сформированный уже характер, определён сформированные привычки жить по чьей-то указке, плясать по чью-то дудку, начиная с родителей, потом мы переходим, если мы плясали с родителями, то мы переходим к мужьям, уже пляшем под мужа дудку, потом пляшем под дудку детей. Если у нас изначально с детства не было воспитано, плясать под свою дудку. И вот очень важно начать свою музыку играть и начать плясать под свою дудку. Да, это тяжело, я проходила сама этот путь, да, это очень сложно, нелегко, в штыки всё воспринимается близкими, как всегда начинаются конфликты, начинается ругань, но я понимала, что мне это нужно, что я этого хочу, что для меня это важно, я расставила приоритеты. Вот здесь ещё очень важно расставить приоритеты и в приоритет всегда ставить на первое место себя. Это прям, ну, очень важно. И вот когда вы в приоритет ставите себя, тогда и как-то уже, знаете, и Вселенная, она начинает помогать на самом деле уже, и как-то близкие начинают понимать, что, ну, что-то тут надо по-другому, похоже, себя вести. Но здесь ещё вопрос опять-таки личных границ. Вот, сегодня я в чате осознанное родительство скидываю информацию по личным границам. Кто не читал, ещё прочитайте, кто в чате. Вот, научиться устраивать свои личные границы. Это опять про то же, что я хочу и как я хочу. И вы знаете, что важно для вас, что для вас ценно. Самому сначала это понять. Если вы хотите, чтобы другой принял и принял более-менее спокойно, то вы внутри прям, знаете, должны чувствовать важность этого, ценность этого, что вот это сейчас для меня важнее всего, важнее ребёнка, важнее мужа, важнее родителей. Что для меня важно, например, сейчас поехать куда-то отучиться, хотя там ребёнок заболел, хотя там, я не знаю, ещё что-то произошло, и прям вы тут очень нужны, вы всем говорите, простите, но я еду. Вот когда вы вот так вот начинаете выбирать себя, тогда Вселенная всячески нам начинает помогать. И ребёнок там выздоравливает быстренько, и няня какая-нибудь находится там, или бабушка сразу соглашается сама посидеть, посмотреть вашего сына, там ещё что-то. Но когда есть внутри твёрдое решение, что для меня это важно, что я это хочу. И для того, чтобы вот эти внутренние твёрдые решения появлялись, нужно начать потихонечку с малого, понимать, что же я хочу и что же для меня важно. Потому что так как если вы жили всю жизнь, а не задумываясь вообще над этими вопросами, то это очень сложно начать, и потихоньку начинайте с каких-то маленьких шажочков, с чего-то малого там, с каких-то мелких покупок, например, с каких-то мелких своих желаний, не с крупных, не советую с крупных, потому что будет потом обидно, что они не исполнились. Всегда советую начинать с малого, чтобы не было больно, да, снова. Вот. И прям с малого начинаете и идёте к большому. Вот. Очень важно научиться границы свои выстраивать. Прям, знаете, можете сесть и прописать для себя сначала, для себя понять свои правила. Как с вами можно поступать, как с вами можно вести другим, а как нельзя. Прям, можете прописать правила с мужем, правила с ребёнком, правила с коллегами на работе, правила с начальством, например, да, правила с родителями. Вот прям можете отдельно со всеми прописать, либо просто один свод правил. Вообще очень важно, ну, чуть позже, ладно, расскажу. Вот эти вот правила, они, во-первых, вам придавать будут какие-то силы, понимание, осознание. Вот эти вот правила будут уже вас как-то подстёгивать, выстраивать эти границы свои на самом деле, не продолжать так же позволять другим использовать вас, позволять другим как-то нарушать ваши границы, а наоборот, чётко их очерчивать самим. Только вы сами можете очертить чётко свои личные границы. Никто другой за вас этого делать не будет. Им вообще это неинтересно, не важно, им выгодно, чтобы вы плясали под их дудку. И вот начните уже плясать под своё. Всем здравствуйте, кто добавляется. Отношения с собой у нас сейчас тема. Так, и если есть вопросики, пишите. Потом, что ещё важно. Смотрите. Мы готовы простить всех, мы готовы спасти всех, мы готовы много сделать для других людей, мы готовы заниматься спасательством бесконечно. Мы готовы что-то делать для другого, готовы советовать другому, поучать другого, делать то, что знаем, что принесёт благо, но сами этого не делаем. Но себя постоянно продолжаем ругать, себя постоянно продолжаем критиковать, себя там постоянно продолжаем как-то принижать и обесценивать, Хотя другому тут же проговариваем, не обесценивай себя, не ругай себя, нельзя это делать, это нельзя делать. Почему это происходит? Потому что мы боимся внутрь себя заглянуть, потому что мы не хотим встречаться со своей болью. Внутри есть боль, которая нам страшна, с которой мы снова боимся встретиться. Но пока мы будем продолжать бояться с ней встречаться, пока мы будем продолжать бояться чувствовать, встречаться со своими чувствами, идти в свои чувства, тогда не будет вот этого. Пока вы не очиститесь, у вас не появится внутренняя гармония. Пока вы будете бежать от себя, от своих чувств, бежать от этой боли, до тех пор, пока вы все это будете делать, не появится чувство гармонии внутренней. Тогда вы не сможете быть собой никак, потому что вас будет внутри тревожить постоянно вот эта вот боль, потому что там в любом случае тогда, если есть боль, там есть обиды, там есть жалость к себе, там есть чувство вины, там есть, во-первых, очень много гордыни, эгоизма, там много чего есть, получается. Что такое обиды? Обиды это же про наш эгоизм, это мы чего-то ждали от другого человека, не получив на него обиделись, ожидая что-то от другого человека, мы эгоисты, почему другой человек что-то должен сделать для нас, только вы сами можете сделать что-то для себя и должны делать. Другой человек не должен, да, он может, если вы его попросите, но чаще всего мы обижаемся, потому что мы не попросили, потому что мы решили, что этот другой человек должен был сам что-то там понять, почувствовать, что нам надо было вот так вот сделать, и нам надо было вот здесь вот помочь, и он не сделал это, вот он такой нехороший человек, и мы на него обижаемся. И копим внутри у себя вот этот негатив, вот этот комок, он собирается, собирается, он увеличивается с каждым разом, и чем больше он становится, тем меньше можем мы быть собой, тем меньше мы можем быть счастливыми и любить себя. Всем здравствуйте, девочки, всех рады видеть, привет, привет, вот, и поэтому очень важно освобождаться от этой боли, очень важно исцеляться и ее убирать, не таскать ее с собой, а тяжелым грузом, освободите себя от этого тяжелого груза. Еще у нас есть тяжелый груз, как чувство вины, но когда мы живем из чувства вины, из чувства долга перед родителями, в основном это бывает перед родителями, детьми и мужем, да, то тогда мы вообще никак не можем быть собой. Если вы чувствуете, что вы что-то должны там мужу, детям и родителям, если у вас есть чувство вины, что вы им где-то что-то недодали, или что надо им что-то дать, то прям вот внутри появляется очень много вообще всего нехорошего. Чувство вины всегда вместе с обидами ходит, а они друг без друга не бывают. И опять, да, опять про наш эгоизм, про нашу гордыню еще туда же. И вот надо убрать это все, убрать можно через письма обид начать делать, убрать можно через какие-то практики, техники, медитации. Прям позвольте себе все это убрать, освободите себя и свое тело от вот этого груза. Не таскайте это с собой. Когда мы таскаем это с собой, у нас есть болезни, у нас есть обязательно всегда лишний вес, у нас отсутствуют отношения, у нас нет отношений, у нас нет денег. Вот когда у вас нет отношений с деньгами, проблемы, когда у вас есть лишний вес, есть хоть одна какая-то болячка, это говорит о том, что внутри что-то вас гложет, и внутри есть какая-то боль, от которой нужно очиститься и избавиться. И если самим это сложно сделать, можно с каким-то специалистом это сделать. Но прям надо начать это делать, если вы хотите жить с собой, быть с собой, и если вы хотите счастливой жизни для себя, для себя и своих близких. Потому что когда у нас внутри много нехорошего, мы это транслируем вовне. Любое наше внутреннее раздражение, любая наша скрытая агрессия, это транслируется во внешнюю нашей жизни, это транслируется на наших близких. Почему дети, да, у многих родителей дети очень гиперактивные сейчас, очень много детей гиперактивных, дети капризные, истеричные, там, да, ложатся вообще, бьются об пол, что купи мне это, я хочу это. Именно потому что у родителей внутри много очень скрытой агрессии, там, друг на друга или еще на кого-то, на что-то, и вот эта скрытая агрессия, она выходит через детей. Дети это вам зеркалят и транслируют. Вот. И дети транслируют нам все, все наши страхи, все наши негативные чувства, эмоции, состояния, все транслируют. И когда с детьми что-то не так, дети, когда постоянно болеют, то это тоже как бы вам звоночек о том, чтобы родители поработайте над собой. Позвольте быть собой. Вот. Дальше вот еще сразу про детей, да, когда мы родители не можем быть собой, когда мы себе не позволяем быть собой родить, то и наши дети не смогут быть собой, потому что у них нет этого примера, что мама позволяла себе выстраивать свои границы, что мама умела говорить кому-то нет, мама умела и позволяла себе проговаривать свои чувства и эмоции, мама умела и позволяла себе улыбаться и радоваться жизни. Если дети этого не видят, то в их жизни этого тоже не будет, потому что у них не было этого примера, у них нет этой привычки. Кто создает привычки детям? Детям привычки создаем мы родители. И от этих привычек у них формируется характер. Почему говорят, что у ребенка мамин характер, папин характер? Именно потому, что ребенок больше любил или маму, или папу и взял его привычки на себя. И благодаря этим папинам и маминам привычкам сформировался его характер, его паттерны поведения сформировались, его реакция. И поэтому он становится похож на кого-то из родителей. Причем очень часто родитель, на которого ребенок похож на папу, мама обижается, что он похож на папу. Еще и такое бывает, еще и мама. А мама у нас там, ну или папа те же, да. Мы опять ждем, получается, от ребенка, что он должен похож на нас быть. Недавно мне моя коллега, знакомая, рассказала такую интересную историю. Причем она тоже сама про женщину, которая сама там психолог, практик какой-то. Это дочка пятилетняя. Ей сказалось, что она в первую очередь не маму любит, а свою там игрушку-кошечку. Мама вообще в итоге оказалась на пятом месте. У мамы, говорит, было такое шоковое состояние. Мама там сама пять или шесть консультаций, сессий взяла, чтобы прийти в себя. Но у мамы свои программы, естественно, поднялись, как это ее дочка не любит. Ну там с чувством любви у мамы, нужности были, сложности. И вот здесь вот, чтобы не обижаться на своих детей, чтобы не ждать от них ничего. Ну не только детей, да, но и других. Надо работать с собой, надо прорабатывать себя, надо у себя убирать вот эти все нехорошие моменты, которые нам позволяют обижаться на другого человека. Чем больше у нас обид, тем больше мы обижаемся. Чем больше у нас негатива, тем больше мы негативу в свою жизнь привлекаем еще. Еще об этом. И чтобы нам понять, чего я хочу, как я хочу, для этого тоже нужно внутри очистить нехорошее. Потому что если внутри много нехорошего, то нам сложно понять, чего мы истинно хотим. Мы начинаем хотеть, допустим, в детстве мы были недолюблены, да. Не было чувства нужности в детстве. В детстве, допустим, нам как-то было опасно, если там родители ругались, дрались, было насилие в отношении детей, или родители употребляли алкоголь, то у ребенка не было чувства безопасности. Во взрослой жизни у вас тоже нет чувства безопасности. И вот смотрите, мы тогда чего хотим? Мы только тогда хотим любви, и нам только тогда хочется просто внутреннего спокойствия. Тогда, ну я просто и про себя рассказываю, и про других, да. Тогда у нас нет таких желаний, например, как себе там купить машину, квартиру. Хотя я квартиру себе купила еще в 24 года, но все же просто сложились так обстоятельства, что была возможность. А так бы, я не знаю, хотела бы я этого или нет. Вот у нас тогда нет вот этих вот желаний каких-то других, кроме того, чтобы чувствовать себя любимыми. Либо у нас есть эти желания, они до такой степени масштабные, эти желания, они до такой степени недостижимые. Мы до такой степени ставим себе высокую планку, чтобы кому-то что-то доказать. Мы начинаем бороться с собой, со своим внутренним я, со своими чувствами. Мы начинаем доказывать себе и доказывать другим, какая я классная, полюбите меня опять-таки. Мы не истинно просто хотим. И почему еще, когда мы достигли, даже если высокую планку поставили, мы достигли этого желания, внутри пустота. Именно потому что у нас нет вот этого внутреннего удовлетворения, мы не получили его. Мы не получили того, что хотели. Мы же любви хотели, а не достигнуть там, не знаю, какого-то карьерного роста. Мы не этого хотели, мы хотели доказать, какие мы классные и чтобы нас полюбили. Ну да, мы достигли, но никто не стал к нам лучше относиться, потому что другим это неинтересно, то, что ты доказывал. Вот это вот очень важно, вот эти все взаимосвязи понимать. Почему мы то или иное делаем, для чего, из каких своих чувств и эмоций, из каких желаний, из каких побуждений мы делаем. Что мы хотим в итоге получить, какая конечная цель от нашей мечты. На самом деле мы хотим получить, допустим, если нам хочется какое-то путешествие классное, да, или нам какую-то там сумку Луи Виттон, например, хочется. Что вы хотите получить от этой сумки, что вы хотите получить от этого путешествия. В самом деле вы хотите посмотреть эту страну, или вы какую-то эмоцию там ищите, которую сейчас вам не хватает. И как, ну, поехав туда, вы получите эту эмоцию. Ну, может, еще эмоция эта у вас проживет после путешествия там недельку-две. Потом вы опять выгорите, потом вы опять опустошитесь. И упадете прям реально, потом будет плохо. Сама через все это проходила, понимая. Еще такой момент. Есть, что многие, сейчас ведь очень, на самом деле, много онлайн-проектов. И, ну, не только онлайн-проектов, разных специалистов, с которыми работаешь. И люди идут туда, участвуют, пока участвуют там, или как-то прорабатывают. Они получают вот эту эмоцию либо от группы, либо получают от самого там наставника, учителя, кто там, да, лектора. Получают эту эмоцию во время проекта. Все здорово, все классно, вроде как все получается. Что-то даже могло в жизни поменяться, измениться. Но только все это заканчивается. Там еще какое-то время присутствуют эти эмоции. Что-то вы делаете. И через какое-то время все это уходит. Потому что, почему так происходит, да? Потому что вы не проработались. Потому что вы не работали над собой. Вы там искали эмоцию. Вы ее там просто получали. Вы там просто присутствовали. Но вы ничего не делали во время этого проекта. Вы не выполняли тех заданий настолько глубоко, насколько это было необходимо для вас. Вы не создавали для себя ресурсы. Вы просто их брали. И раз вы не создали для себя, внутри себя эти ресурсы, естественно, потом многие говорят, типа, это мне не помогло, то мне не помогло. Это все тут обман, шарлатанство. Одни обманщики вокруг. И начинается, да, что ничего не работает, ничего не помогает, я ничего не буду делать. Опять все вокруг виноваты. Вместо того, чтобы посмотреть в себя, на себя, внутрь себя заглянуть и начать что-то оттуда вытаскивать, что-то убирать и что-то менять. Мы ругаем других. Да, нам проще быть жертвой, нам проще и легко ругать другого человека. Это всегда классно. Опять снова пойти в свою боль, это страшно. И вот здесь вот есть готовность идти в эту боль, а есть неготовность. Я сама работала с несколькими даже тета-практиками. Я просто уже, ну, спрашивала, потому что не один раз проходили сессию, да, я говорю, смотри, вот это, вот это, вот это, и еще вот это, вот надо проработать. Я тебя туда пытаюсь везти, ты не хочешь. Я говорю, почему? Ну, прямо уже спрашиваю, потому что вижу, что человек совсем никак, мне там больно, я туда не пойду. Я говорю, окей, тогда смысла от того, что вообще прорабатываешься, нет. Пока ты не уберешь эту боль, вот это, вот это, вот это, ничего не поменяется. Вот это вот очень важно понимать. Есть еще, конечно, многие говорят, типа, что вы держитесь за эту боль, что вы носитесь, что вы все время там плачете, что вы все время это прорабатываете, надо просто забыть. Не забудешь. Сколько бы я ни пыталась забыть, не забывается. Оно же остается внутри, оно остается внутри нашего тела, в памяти нашего тела, оно остается внутри нашего подсознания, мозга. Пока мы все это не вытащим, не отпустим, оно будет внутри нас трогать, дергать, нервировать. Поэтому я всегда говорю, работайте с чувствами. Я работаю с чувствами. И вот здесь вот очень важно исцелить все чувства. Исцеляем чувства через письма обиды. Очень хорошо исцеляется. Если нет возможности идти на какие-то проекты, еще куда-то что-то, пишите просто письма обиды. Вытаскивайте все свои негативные чувства и эмоции ко всем. И к себе в первую очередь. Вот, есть у вас какие-то вопросы. Если есть, задавайте. Здравствуйте всем, кто добавился. Всех очень рады видеть. Так, пока пишите вопросик. У меня там вопрос был по отношениям. Почему не складываются отношения, мне девушка написала. И почему нет развития в отношениях. Вот смотрите, во-первых, за отношения личные отвечает отношения с мамой. Если у вас отношения с мамой сложные, если у вас отношения с мамой не сложились, нехорошие, то и в личной жизни будут проблемы. И в личной жизни либо не будет развития отношений, либо они будут стоять на каком-то уровне. Вот на том же уровне, как у вас отношения с мамой строятся, на том же будут уровни отношения с мужчиной находиться. Если совсем нет отношений с мамой, то совсем не будет отношений с мужчиной. Я говорю опять про себя, да, через себя. Все, что я говорю, я все прошла через себя, и все это на практике, через моих клиентов. И это все на самом деле так и есть. И поэтому, если вы хотите отношений, то вам нужно наладить отношения с мамой. Вот через это придут отношения с мужчиной. Еще почему нет развития в отношениях. Тут еще честно себе признаться, почему я с этим мужчиной вообще. Я люблю его, он меня любит. Или потому что скучно, страшно быть одинокой, потому что уже пора замуж. Если вы из всех этих состояний идете в отношения, но опять-таки отношений не будет. Это не отношения, это какой-то расчет, это дружба, что угодно. Но только это не отношения между мужчиной и женщиной. И опять-таки там и со здоровьем могут быть проблемы, потому что вы врете себе. А потому что вам внутри больно, на самом деле вы внутри себя чувствуете несчастны. Это будут и со здоровьем проблемы, и с деньгами в семье будут проблемы. И будут проблемы во всех сферах жизни. На работе там могут быть проблемы везде. Вот. И надо вам эти проблемы. Вот очень важно быть честными с собой. В отношениях с собой еще самая важная тема – это честность с собой. Насколько мы честно себе можем признаться в чем-то. Или продолжаем строить какие-то иллюзии, обманывая себя. Нельзя обмануть себя. Не убежишь от себя никак. Сколько бы себя ни обманывал, мы в любом случае… У нас будут такие испытания к нам приходить, чтобы мы поняли, что вот здесь мы себе врём. Нам будут с тех пор давать эти испытания разные. Пока мы не поймём, что хватит уже себе врать. Признайся себе честно, что, блин, вот так жить нельзя, вот так делать нельзя. Вот. Здравствуйте. Если есть вопросы, пишите. Отношения с собой темы и отношения в семье. Вот. И поэтому переходим, да, к теме отношения с мужчинами. И поэтому вот очень важно в отношениях с мужчиной, ну, в любых отношениях, с собой, с мужчиной, с другими отношениями, быть честными. Быть честными как с собой, так и с другими. Если всё нечестно, то, ну, нет смысла вообще строить эти отношения. Есть пары, семьи, которые честно признаются друг другу, и муж, и жена, что да, я тебя не люблю, но мне с тобой удобно, мне там выгодно быть с тобой. Ну, например, очень часто это бывает в парах, где есть большие деньги, да, они, ну, честно понимают, что не из любви там они сейчас друг с другом, а чтобы там какое-то слияние бизнесов произошло, ещё что-то. И если вот здесь вы честны, что вы не любите, что вы там из каких-то расчётливых, то всё будет хорошо. Если вы не врёте друг другу, ой, я тебя люблю, лишь бы деньги получить. Нет, если вы честно признаетесь, что вот здесь вот у нас с тобой расчёт, здесь тоже расчёт, и вот здесь, смотри, вот подошла к теме правила отношений. Между мужчиной и женщиной очень важно, чтобы были правила определённые. Допустим, если это расчёт, то там в правилах, мы с тобой спим в разных комнатах, у тебя есть своя там любимая женщина, у меня есть свой любимый мужчина, почему бы и нет? Многие так живут на самом деле, просто это всё прячутся, боятся об этом говорить и не хотят, чтобы об их семье говорили плохо, да, и страхов своих. Но живут и годами на самом деле, а многие обманывают себя и обманывают своему, что я тебя люблю, а сами имеют, и муж имеет любовниц, и жена имеет любовников, а бывает ещё и не по одному там, да, и у того и у другого. И вот здесь, когда вот такой обман, такая нечестность, то тогда опять-таки, здравствуйте болезни, здравствуйте безденежь, здравствуйте ещё что-то. Вот, когда нам изменяют или мы изменяем, это говорит о том, что мы сами себе изменяем. Вот, здравствуйте ещё раз всем. Так, вот, по теме отношений, вот, правила отношений очень важны, иметь правила в отношениях, чтобы не возникало лишних каких-то ссор, обид, лишних проблем не возникало. Например, вы договариваете, садитесь и прописываете эти правила, лучше прописать, потому что про договорённости можно забыть и сказать, что не было такого. А если будет бумажка, то можно показать её друг другу. И вот здесь каждый садится и прописывает свои правила. Например, правила, что... Здравствуйте. Например, правила, что там, кто там, что делает по дому, кто занимается как детьми, кто там, например, выносит мусор, кто там ещё что-то делает, да. Либо важные такие моменты можно прописать, что, допустим, ты там без меня не общаешься с противоположным полом, если кому-то это важно на самом деле. Один, да. Ты там без меня не ездишь отдыхать в отпуск, а ты там без меня не встречаешься со своими друзьями, например, да. Но для кого-то это на самом деле важно. И если вам это важно, то прописать это в правилах, и тогда не будет возникать ругань, и тогда не будет возникать дополнительных каких-то вопросов. Спасибо, Марина, очень приятно. Вот, и тогда не будет возникать каких-то дополнительных обид и негативов в отношении друг друга. Очень важно устраивать эти правила. Что ещё про отношения с мужчиной? Вот, смотрите, задача женщины – позволить мужчине окрепнуть, позволить мужчине раскрыться и приподняться, чувствовать себя героем. На самом деле мужчинам очень важно чувствовать себя героями. И вот в чате, да, вчера очень много разговаривали, что я всё сама, женщины пишут, я сама всё делаю. Мужчина такой нехороший, муж там не поддерживает меня, не заботится, не помогает мне, никакой помощи от него нет. И, конечно, нет помощи, если вы не принимаете эту помощь. Если вы не просите, обо всём нужно просить. Мужчины, скажем так, существа такие, что их нужно просить. На самом деле они, у них есть определённые задачи, они вот идут и делают. И вспомнить очень много, редко кто вспоминает на самом деле, что там ещё нужно жене подарить цветы сегодня, купить что-то, приятное что-то ей сделать, ещё что-то. Задача женщины – не ждать, сидеть и обижаться, да, а сказать об этом, проговорить. «Ты знаешь, дорогой мой, я вот хотела бы сегодня цветы, вот мне вот прям приспичило и хочу букет. Знаешь, дорогой мой, мне сегодня хотелось бы пойти в ресторан или в кино, может, сходим. Ты знаешь, дорогой мой, вот мне хотелось бы вот так вот, а сегодня я себе чувствую вот так вот, а вот у меня то-то». Очень важно мужчине ещё показывать свои чувства, весь спектр своих чувств, не только хорошие. Опять-таки, да, мы пытаемся быть хорошими, нам нужно быть хорошими, чтобы нас любили. Не нужно быть хорошими, нужно быть собой. И нужно весь спектр своих чувств и эмоций показывать. Вот всё, что есть внутри, всё её показывают. Все наши чувства и эмоции, они все хорошие, даже если это злость, даже если это агрессия какая-то, раздражение, гнив. Это всё наше, это все наши чувства и эмоции. И раз они у нас есть, значит, они все хорошие. И нужно вот уметь показывать все эти чувства и эмоции. Мужчинам на самом деле нужны и наши чувства, и им от женщинам нужны наши чувства и эмоции. И от женщины им нужно геройство, чувствовать себя рядом с женщиной героем. И поэтому вот наша задача как-то вот помогать им чувствовать себя героями через какие-то просьбы, через желания, через еще какие-то моменты. Ну, почувствуйте каждое, да, там, как вот с вашим мужчиной, как вы можете ему позволить быть героем рядом с вами. Ну, и еще задача женщины как-то превозносить, ставить выше себя немного мужчину. Тогда мужчина будет вообще прям ваш навеки. Я вам вот прям зуб даю, как говорится. Говорить ему, мужчине очень важно слышать, что в него верят. Вот говорить, я в тебя верю. Вот прям так и говорить, я в тебя верю, я доверяю тебе, ты для меня ценен. А мне важно твое мнение. А вот что бы ты думал вот по этому вопросу, да, еще про принятие решений. Тоже женщины самостоятельные очень стали сами принимают все решения, сами что-то там себе придумают, что надо вот это вот это сделать, а еще надо ремонт в квартире сделать, а еще надо мебель передвинуть, а еще вообще надо мебель поменять. И мужу даже об этом не говорят, сами это все делать. Ну, в какие ворота это лезет? И поэтому потом сидят и все еще обижают, что он не мог, не поддержал. А вы вообще посоветовали с ним по поводу ремонта, по поводу этой мебели? Вы вообще посоветовали с ним, поговорили с ним, как бы он хотел? Спросили вообще его мнение по этому поводу? И вообще все это задача мужчины. Уметь еще разделять вот эту ответственность, мужскую и женскую. Не брать всю ответственность на себя и тащить на себя. Уметь разделить ответственность очень важно. Перестаньте тащить на себе, перестаньте я все сама, перестаньте быть такими дико самостоятельными, перестаньте сами все решать. Советуйтесь со своими мужчинами. Когда вы советуете с ним, он чувствует и понимает, что его мнение важно, что он важен. И это важно для мужчины, чтобы чувствовать себя мужчиной. А не так ставить перед фактом. Ну, очень часто наблюдаю. Ты знаешь, я тут решила вот это, вот это нам с тобой надо сделать. Ты знаешь, я тут решила сегодня и пошла уже купила. Он бедный там стоит, ну, молча. А что он еще может ответить, если ты уже все решила и ты уже все купила? А что он еще может ответить? Он просто отмалчивается. Женщина начинает беситься и нервничать, и думать, что ему все равно. А ему не все равно, ему больно. Ему больно, что его мнение не важно. Ему это неприятно. Ему больно, что его не уважают и не ценят. Научитесь уважать своих мужчин, женщины. Почему про женщин очень много говорю? Потому что, ну, в основном своем вижу именно вот эту картину, когда женщина пытается возвыситься. И потом, естественно, мужчина либо начинает пить от своей внутренней боли, потому что, ну, надо куда-то ее девать. Он либо начинает гулять на сторону, либо он там начинает через агрессию, потому что внутри, когда она скапливается, боль, это скрытая агрессия. Появляется агрессия в отношении жены, он начинает ее калашматить. Он начинает с жадности, это тоже проскрытая агрессия. Он начинает переставать давать деньги. Он начинает переставать помогать. Он начинает вообще переставать выполнять свою мужскую функцию, да, там, в постели. Нет секса. Сейчас очень распространенная проблема, что в семьях нет секса вообще. Это как... Я вообще, честно, в шоке. По полгода, по году нет секса. Спят в одной кровати. Ну, это в какие рамки лезет тоже. И это девочки все потому, что нам надо бы свою гордыню поддержать, нам надо свое самолюбие поддержать. Да, есть изначально мужчины, которые уникальны в своем роде, да, какие-то со своими странностями, своими определенными моментами. Есть такие, согласна, но таких не так много на самом деле. И если у вас такой мужчина, он изначально был таким, то, во-первых, спросите у себя, куда вы смотрели. Это тоже, получается, ваша ответственность. Прежде чем выйти за него замуж, куда вы смотрели? На что вы смотрели? Вы думали, это опять про нашу гордыню. Мы же думаем, что мы можем изменить. Мы такие классные, мы такие умные. Вот за него замуж выйду, я его поменяю. Поменяю его характер, я его перевоспитаю. Кто вам сказал, что это ваши компетенции? Здесь опять про нашу гордыню. И если он там, бывает, что за алкоголиком вообще замуж уходит, а потом сидят и ругают и Бога, и родители его, и его, что он такой алкоголик был. Опять думали, что там выйду за него замуж, я его перевоспитаю, он перестанет пить. Если он до вас пил, то он не перестанет пить. И не надо свое самолюбие таким образом тешить сыну. Так, уточните, пожалуйста, как надо говорить. Если сына нужно возвышать, уважать, вселять уверенность в себе, да. Вот прям с детства воспитывать мужчину. У меня сын, и я с детства воспитываю в нем мужчину. Я ни разу не сказала, что у него что-то не получится. Я всегда говорю, попробуй сделать. Если вы чувствуете так же и с мужем, с сыном, ну, в принципе, и с дочкой, нельзя там, нужно во всех вселять уверенность, во всех вселять вот это вот чувство, что он ценен, что он уважаем, что он классный, что он дорог. Это нужно каждому человеку с детства, это нужно воспитывать. И когда, если он будет воспитан из детства, то он вырастет психологически здоровым человеком, ему не нужно будет во взрослой жизни какие-то психологические проблемы решать. Если он вырастет уже с детства ценным, любимым, со всеми этими чувствами, то у него все будет по жизни легко, все будет классно. Во-первых, вокруг всегда будут хорошие люди, такие же ценные и самодостаточные. Не будет вокруг плохого окружения, да. Очень часто родители сетуют, что вот сын попал в плохое окружение. Почему он попадает в плохое окружение? Потому что он притянул себе подобных. Тогда ваши дети не будут притягивать себе подобных. Они будут уверенных в себе личности притягивать, самодостаточных, которым не надо курить траву, которым не надо употреблять алкоголь и наркотики, которым не надо сидеть в гаджетах и играть в какие-то дурные игры. Сейчас родители тоже очень много переживаний по этому поводу. В их окружении не будет таких людей. В их окружении будут очень интересные, очень развитые, самодостаточные люди. Люди, которые чего-то хотят от жизни, куда-то стремятся и что-то делают. Мы же притягиваем себе подобных. Поэтому если вы хотите, чтобы дети ваши притягивали себе подобных нормальных, вам важно вырастить в нем психологически здорового человека. И это задача родителей. Первоначальная задача родителей. Кроме того, что есть там базовые потребности покормить его, одеть его. Вот так. Боязнь идти в армию. Вы знаете, если есть такая возможность, если ребенок не хочет идти в армию, почему бы и нет? Я не считаю, что армия такая необходимость устроена. Это мое мнение. Я бы не хотела, чтобы он с ним пошел в армию. Потратил там, сколько там, год-два времени своего. Я не вижу смысла в этом. У меня трое братьев, они все ходили в армию. Да, они очень сильно изменились. Но вы знаете, наверное, больше грубее стали. Изменились в эту сторону. Поэтому больше особо острых изменений, каких-то в лучшую сторону я там не вижу. Поэтому я вообще против любых систем. Я не люблю системы. И поэтому я против армии тоже. И своего сына, если будет возможность, то он не пойдет. Но если он захочет, если он сам скажет, я хочу, он пойдет. Я не буду препятствовать. Но если так сложится, что туда будет возможность не идти, мы не пойдем. Так, можно плакать перед детьми, я плачу. Мама, ты хочешь? Для меня? Ладно, положите на розетку. Извините. Я плачу. И это важно, показывать ребенку, что есть разные эмоции. Единственное, что если вам говорят, что плакать – это стыдно, это говорит о том, что вы так сама думаете, что плакать – это стыдно, и плакать – это плохо, плакать – это нехорошо и прочее. И вот здесь подумайте, почему для вас плакать – это стыдно. Плакать – это нормально. Это нужно женщине вообще. Это нужно. И мужчине тоже это нужно. Я запрещаю мальчикам с детства плакать. Я наоборот против этого. Я наоборот за то, чтобы все плакали. И выпускали вот эту вот боль. Она через слезы же выходит очень много боли. И я за то, чтобы выпускали и не держали в себе. Вот. Поэтому плакать нужно. И надо плакать перед детьми, чтобы они видели, что это нормально плакать. Потому что, ну, там я позволяю плакать, да, ребенку, а в садике говорят – не плачь. Что ты платишь, как девочка, например. И чтобы ребенок понимал, что плакать – это нормально, он должен еще видеть от родителей, что родители плачут. Потому что все же берется от родителей все привычки и все остальное. Поэтому важно. Надо. Плачьте. И перед детьми, и вообще плачьте. Выпускайте, не держите в себе. Кто-то орать может, кто-то плачет. Но чаще всего женщины плачут. Поэтому вот. Так. Это про плакать, да, про армию проговорила. Еще, если есть вопросы, здравствуйте всем, кто добавляется. Тема отношений с собой, отношений вообще в семье, с детьми, с мужьями, с родителями. Вот. Я проговорила, да, важно. Еще важно быть благодарной мужу. Если вот он что-то вам сделал, прям подойдите от души, поблагодарите его. Скажите ему. Мужчине вообще слышать очень важно. Потому что они не умеют чувствовать, им сложно чувствовать. Если мы, женщины, что-то можем почувствовать, мужчинам сложнее это. Ну, чаще всего даже они не умеют этого, и им нужно сказать. Так же, как и сказать о наших просьбах, так же и о благодарности говорить. Прям все разговаривать, 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 рассказывать о своих чувствах, говорить. Там, я чувствую вот это. Ты знаешь, даже просто, знаете, можно проговаривать, вот я сегодня ходила в магазин, я там себя вот так вот чувствовала. Я сегодня там дома что-то делала, а что-то я себя вот так вот почувствовала. Если вы там, у вас какой-то конфликт и чувствуете раздражение на мужа, можно прям проговорить. Дорогой мой, я тебя очень сильно люблю, но сейчас вот здесь вот я с тобой не согласна, и вообще я сейчас чувствую себя раздражённой. Я чувствую, что у меня внутри кипит вообще всё по этому вопросу. И давай-ка посмотрим, как мы можем с тобой этот вопрос решить по-другому, так, чтобы для всех было комфортно. Так как мы в семье, очень важно уметь договариваться. Не из эгоизма, вот я хочу вот так, вот и будет так, ни в коем случае нет. Если есть в семье и дети там, да, вы, муж, дети, то очень важно все вместе садиться за стол переговоров, договариваться, разговаривать вместе, проговаривать, решать те или иные вопросы. Как кому важно, как кому хотелось бы и приходить к какому-то компромиссу учиться. Семья — это большая работа. Это не тяжёлая работа, но это большая работа. И это счастье, если вы умеете приходить к компромиссу и вообще спрашивать мнение друг друга, как бы хотелось тебе. Это очень важно — интересоваться мнением друг друга, ценить мнение друг друга, ценить желания друг друга, интересы друг друга, ценить, уважать, принимать и позволять каждому жить своими интересами. Не быть зависимыми и создавать такой климат, что вот я так сказала, или там муж там, я так сказал, так и будет, всё, все построили, по струнке построились. Нет, так нельзя в семье. Тогда получается это зависимые отношения, и тогда есть, естественно, боль, неприятности какие-то, ещё что-то. И тогда это всё с нежным комом с каждым разом накапливается, накапливается, и начинает ухудшаться и отношения, и здоровье, и дети постоянно болеют в таких семьях. Если вы этого не хотите, то садитесь за стол переговоров, разговаривайте, приходите к компромиссам, слушайте друг друга, чувствуйте друг друга. Смотрите, про декрет сотый раз уже проговариваю, да, кто-то не слышал. Вы знаете, наша женская задача, мы вообще отвечаем за плодородие, вот, а мужчины отвечают за добычу. Это было вот прям, ну, вот с тех пор, когда мы, Ева, появились, да. И вот, поэтому, все, кто в декрете, вы родили ребёночка. Вот здесь вот просто важно вот это понимание, что я сейчас в любом случае какое-то время не буду работать. Я в любом случае на попечении мужа, на полном обеспечении мужа. Муж, если взял у вас жёны, если вы с ним, ну, вместе договорились рожать ребёнка, заводить ребёнка, как говорится, да, то муж должен был понимать, что он полностью вас будет обеспечивать. И вот здесь вот задача мужа добыча, а ваша задача принимать от него эти блага, принимать и тратить на себя, на ребёнка, на всё, что вы хотите. Не зажимать себя, не ограничивать себя ни в коем случае, а прямо тратить с удовольствием. Чем больше вы будете тратить с удовольствием, тем больше к мужу будет денег приходить. Чем больше вы будете себя ограничивать, зажимать, тем меньше в семью будут приходить денег. Вот это закон. Потом, ну тут про ценность себя получается, почему вы себя не цените, ваша роль сейчас быть мамой, ваша роль сейчас быть женой, и все, не добытчицей, и вообще у женщины нет такой роли быть добытчицей, ее нету, ее просто создали женщины для того, чтобы потешить свое эго и самолюбие, и для того, чтобы почувствовать себя ценной и значимой, потому что нет внутреннего состояния, что вы и так ценная, что вы и так значимая, что вы и так уникальна по праву своего рождения, с момента рождения, что вы и так уникальная и ценная, и не надо вам через что-то получать эту ценность и значимую, вы ее не получите. Как я уже разговаривала, говорила про примеры, что это будет ненадолго, а потом будет пустота, и тут также все женщины хотят сейчас, почему-то все решили, женщина, что можно себя ценно и значимо почувствовать только через то, что где-то работать и получать за это деньги и зарплату. Почему-то думают, что самореализация женщины состоит только в этом. Нет, через этого ничего не получите, через это вы получаете усталость, неврозы и еще что-то. Но никак не ценность и значимость, и никак не самореализация. Самое главное в самореализации женщины – это быть женщиной, просто быть женщиной, красивой, интересной женщиной, чувствовать себя женщиной, раскрывать свою женственность. Вот это самая главная реализация женщины. Всё. Ну, плюс ещё быть мамой и женой, дочерью. Играть эти роли, проживать эти роли. Да, если у вас есть возможность работать и зарабатывать деньги, пожалуйста, ради Бога. Но это не ваша наиважнейшая задача. Нет. Если вам хочется что-то делать, делаем обязательно. Но делаем из внутреннего состояния «я хочу». Из внутреннего состояния «я хочу» и внутренней гармонии, и спокойствия, и получения от этого удовольствия. Только для этого. А не для того, чтобы загнать себя. Быть загнанной лошадью, чтобы заработать денег. Чтобы принести домой деньги и показать мужу, что я тоже классная. Я тоже умею зарабатывать. Не для этого. Когда вы в декрете, вы принимаете. Смотрите, если мы не умеем принимать от мужа деньги, мы не умеем принимать от мужа помощь, поддержку, заботу, подарки, деньги, вообще что-либо, это говорит о том, что мы не можем и не принимаем его любовь. Почему вы не принимаете его любовь? Почему вам не важна его любовь? Вообще в голове у многих, кстати, женщин есть такое, что мужчины не умеют любить. Что мужчины не способны чувствовать любовь к женщине, но и вообще не способны на любовь и чувствовать любовь. Выкиньте это из головы, пожалуйста. Мужчины очень чувствительные на самом деле. Просто им с детства запретили чувствовать. Им в детстве запрещают плакать мужчинам, да, мальчикам? Им в детстве запрещают. Никто их не сюсюкает. Никто им не дает ласки. Боятся, что вырастет девочкой. Никто им с детства там не дает любви. И поэтому, ну, многие, может быть, у них закрыто это все. И вот женщина, вы можете это раскрывать. И я знаю, что раскрывается, потому что девочки, кто участвует в моих проектах, мне потом обратную связь дают, что муж стал чувствительный, что муж стал больше заботиться, что муж там и в сексе там все феерично стало, и еще что-то, да. Совсем все по-другому стало. Ну, потому что эта жена поменяла себя изнутри, поменял свои негативные установки. Уберите это все. Мужчины очень чувствительные. Ну, и вообще воспитывайте, если это мальчик. Но мальчику, наоборот, еще больше ласки нужно, чем девочке. Ему, наоборот, еще больше любви нужно давать, чем девочка. Потому что девочки, они и так чувствительные. Они и так получат свое, выпросят, если не дашь. А мальчики нет. И вот здесь вот наша задача мамочек больше ласкать их, больше любить их, Больше проговаривайте им, что я тебя люблю, какой ты у меня классный. И почаще спрашивайте, как он себя чувствует, что он чувствует. Позволяйте поплакать, разрешите сейчас погрустить, попечалиться, порадоваться. Вот прям всё-всё-всё. Так, вопросы, если есть, пишите. Я думаю, скоро, потому что эфир закончится. Вам муж говорит так, потому что вы сама так думаете. Потому что вы сама думаете, если вы выйдете на работу, вам станет легче. Вот, это всё сидит, у вас какая-то такая установка, какой-то страх, что если я не выйду на работу, вам будет тяжело. И здесь поработать с вашими какими-то страхами и установками. Как только вы проработаете и поймёте, откуда ноги этого всего растут, то муж вам перестанет так говорить. Прям сядьте, пропишите, почему так, откуда вообще у меня такие мысли, что если я не выйду на работу, вам будет тяжело. Почему вы так и решили? Может, из вашей семьи это откуда-то ещё от ваших родителей идёт какая-то установочка. Как только всё это проработаете, и прям можете снова пойти мужу и спросить у него. Дорогой мой, ну я не хочу тут выходить на работу, может, я не пойду. И что будет отвечать муж? Спрашиваем до тех пор, пока вам муж не скажет, сиди дома. Ну не ходим, конечно, в день по 10 раз, как попугаи, да? Не достаём мужа. А ну как-то вот между делом, и чтобы вот искренний его ответ был. А не от того, что вы его достали. Да, когда мальчик долюблен, чувствует любовь, он своей женщине эту любовь будет передавать. И эта любовь будет передаваться не только женщине, во все сферы его жизни будет эта любовь передаваться. Он с любовью будет учиться, с любовью будет работать, с любовью будет взаимодействовать с другими людьми. И все будет происходить с большой любовью. Вот. Так, эфир, время тут заканчивается. Давайте ненадолго еще перейдем в следующий эфир. Тут еще некоторые моменты скажу и закончим. Все перехожу.